Всем добрый день! Сегодняшнее видео я решила посвятить отличию между розацией и куперозом. Отличия в уходе и вообще в образе жизни людей с розацией и куперозом. У нас много видео посвящено этой теме, более подробных, есть и вебинары для специалистов. Но сегодня я решила кратко обозначить, потому что очень много вопросов на эту тему поступает, в чем вообще отличие и как себя вести, имея купероз или розацию. Начнем с того, что розация – это в первую очередь заболевание, то есть это патология, которая не имеет до конца изученных причин, не имеет до конца определенного алгоритма лечения этой патологии, не имеет четких границ выздоровления, то есть фактически розация не лечится, ее можно только загнать в ремиссию правильным уходом и назначением правильной схемы лечения, которая подходит иной раз разным пациентам разная, то есть разные схемы есть. То есть это достаточно сложная дерматологическая патология, которая имеет стадийность, есть эритоматозная стадия, когда есть покраснение, эритема, есть стадия, когда присоединяются воспаления, то есть папулопустулезная стадия, есть терминальная стадия эритоматозная, когда уже ткани вокруг вот этих видоизмененных сосудов, патологически измененных, тоже изменяются, и благодаря этому возникают, к сожалению, такие явления, как фима, атофима, ренофима, то есть структурные изменения носа, например, или ушей. То есть это серьезное заболевание с такой, в общем-то, неизученной, можно сказать, до конца идеологией и патогенезой. Проявляется, как говорится, и розация, и купероз. Одним из проявлений является изменение сосудов. То есть розация – это фактически, как сейчас считается, ангионевроз, изменение сосудов, которое, собственно, связано и с какими-то нейрорегуляторными механизмами. А купероз – это дефект, фактически дефект, который вызван слабостью сосудистой стенки. Причем у обладателя купероза может, естественно, не быть розация, но у пациента с розацией, как одно из проявлений, всегда будет купероз. Купероз проявляется телеангектазиями, то есть патологически расширенными, ну, фактически разрушенными сосудами, которые мы видим как сосудистую звездочку. Очень часто купероз на лице сопровождается поверхностным варикозом на конечностях. То есть слабость сосудистой стенки, она по всему, как говорится, организму проявляется. И, соответственно, как говорится, мы это видим в виде так называемых телеангектазий. И при розации, естественно, это бывает, но там куча других симптомов, которые вместе с куперозом составляют вот эту клиническую картину розации. Что важно? Розация – это заболевание, как я уже сказала, имеющее волнообразное течение, его можно корректировать, можно как-то пытаться достичь стойкой ремиссии, но до конца вылечить нельзя. Купероз вызвал слабость сосудистой стенки, и от него можно избавиться различными методами лазерной терапии, то есть, условно говоря, выжечь этот патологически изменённый сосуд лазером или радиоволновым воздействием по аппаратам сургетрон, к примеру. Но купероз опять-таки возвращается, потому что слабость сосудистой стенки никогда не девается. Поэтому в правилах ухода за кожей и вообще образа жизни, поведения человека и с куперозом с розацией есть сходства. Сходства, которые направлены на то, чтобы укрепить сосудистую стенку, не дербанить эти несчастные сосуды, почём зря, как говорится, своим образом жизни. И есть определённые ограничения, которые накладывают те или иные проявления, патология розации и такой симптом, как купероз. Что важно? Не должно быть агрессии к коже лица. Мы сейчас разбираем лицо, не поверхностный варикоз, а именно лицо. Не должно быть никакой агрессии. То есть, это мягкое очищение, это обязательно никаких агрессивных процедур. При куперозе это тоже важно. Но при куперозе можно больше, чем при розации. То есть, при розации любое какое-то потенциально агрессивное воздействие может вызвать резкое обострение. Даже просто человек с розацией вышел на солнышко, облучился ультрафиолетом, и тут его постигло двухнедельное обострение. При куперозе, конечно, такого нет. Но если, например, обладатель купероза ходит в баню, и периодически сосуды у него вот так вот агрессивно, воздействие происходит термическое, они расширяются, сужаются, и в конце концов могут лопнуть, если есть к этому предосположенность. Поэтому протирание кубиками люда лица или хождение в бане, сауну, и для тех или других групп противопоказаны. То есть, мы не должны давать повышенную нагрузку на сосуды. Также мы не должны в образе жизни какие-то физические нагрузки давать, особенно связанные с наклоном вниз головой, которые опять-таки приводят к расширению сосудов. И, естественно, где тонко, там и рвётся. Поэтому здесь есть сходство. Опять-таки и пациентам с куперозом, и пациентам с розацией нежелательно какие-то экстрактивные вещества принимать в питании своём, то есть какие-то специи, что-то такое острое, горячую пищу, горячие напитки, алкоголь. Но если пациент с розацией после полстакана красненького может получить опять-таки 2-4 недельное обострение, то у пациента с куперозом, возможно, ничего не будет или какая-нибудь лишняя телеангиэктазия появится. Поэтому здесь ограничений, конечно, при розации больше, чем при куперозе. Что в уходе? Для пациентов с розацией надо очень осторожно относиться к агрессивным средствам в уходе. То есть кислоты, допустим, какие-то производные никотиновые кислоты, хотя они обладают сосудоукрепляющим действием, но опять-таки надо смотреть, как кожа реагирует, не будет ли обострения, не будет ли слишком какого-то такого выраженного эффекта и сосудорасширяющего, и раздражения кожи, потому что повышенная чувствительность характерна для пациентов с розацией. Поэтому если мы можем пациенту с куперозом легко назначить, например, тот же самый антикуперозный гель с неоцином в составе, для регулярного ухода, естественно, тоже с аллергопробой, попробовать сначала пробничек, потом уже продолжить полноразмерным фалконом пользоваться, то с пациентами с розацией нужно провести беседу, рассказать все возможности, что может и покраснение испихивать кожей, может обострение спровоцировать, то есть предупредить, что может быть действительно такая реакция на неоцин гипертрофированная. Кроме того, естественно, пациент с розацией должен очень следить за гигиеной, особенно при папулопостулезной стадии, когда склонность к воспалениям, то есть одноразовые полотенца, это все, что также мы обычно озвучиваем при рекомендациях пациентам с акнеакнофорными дерматозами. Пациент же с куперозом, с нормальной кожей, не склонной к воспалениям, может, как говорится, на это забить и жить нормальной своей жизнью. Конечно, желательно в рамках разумного гигиена тоже соблюдать и не пользоваться одним и тем же полотенцем для всего своего тела или всей семьи. Поэтому здесь такое вот разграничение, кому можно все, а кому можно чего-то понемножечку с осторожностью один раз. Защищать кожу от ультрафиолета нужно и тем, и другим. То есть и купероз прогрессирует при агрессивном воздействии ультрафиолета, и розация получает пациент обострение, если облучается ультрафиолетом, без защиты. Опять-таки, пациент с куперозом, ему достаточно использовать, допустим, максимальный фактор защиты от ультрафиолета, если индекс инсоляции превышает, например, 4-6, как положено. А пациент с розацией иной раз не может даже с таким сильным СПФ на коже выйти на улицу без механических средств защиты. То есть широкополые шляпы, темные очки в пол лица. То есть ему нужно вообще избегать нахождения, особенно длительного на солнце. Вот такие вот сходства и различия я хотела просто в такое коротенькое видео поместить. И, соответственно, если какие-то у вас вопросы возникнут, задавайте их в комментариях. Пациенты часто путаются, когда уже свой купероз считать розацией, когда нет и так далее. И все ли воспаления – это розация, а если лицо при этом покраснело. То есть очень много нюансов, в которых люди сами себя накручивают, ищут у себя несуществующие патологи. Такое тоже есть. Но если мягко ухаживать за кожей, защищать ее от ультрафиолета, соблюдать гигиену, не давать повышенной нагрузки, чрезмерной на сосуды, то и купероз, и розация можно держать в узде. Подписывайтесь на наш канал. Если информация была полезна, буду очень рада, если вы поставите лайк. И задавайте свои вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует...